Итак, ребята, сегодня у нас вышло два курса, курс 7 и курс 8, в рамках изучения, подробного изучения фреймворка Django 2. Я пока курс не собрал, соберу, но я сейчас объясню просто, что мы сделали. Итак, по сути дела, вы сами почитаете на курсах, ссылка на курсы под видео, кто первый раз на YouTube смотрит. Значит, мы с вами настраивали Jupyter ноутбук для нашего проекта, с которым мы работаем. Упс. Значит, ребята, вот смотрите, мы с вами настроили и проверили. То есть, мы с вами создали тестовое приложение, модель, создали модель, импортировали. И далее искусственным образом, не искусственным, а при помощи Jupyter, при помощи консоли создали таблицу и вывели все таблицы. Ура, заработало. Просто, чтобы вы понимали, почему мы настраивали Jupyter. Потому что здесь мы закомментировали. По сути дела, вот это все мы могли сделать по ходу и в терминале. То есть, питом консоли. Вот я делал, да, то есть, импортировал модель, далее вывели ранее проделанную работу. Но, как только я закрываю среду по HR, это все у нас пропало. А документы Jupyter ноутбук, они у вас остаются постоянно. И мы можем дописать комментарии, то есть, для подробного изучения джанга, то, что надо. Это даст вам возможность, во-первых, уверенно познакомиться с нутром джанга. Во-вторых, комментировать, создавать шпаргалки. И действительно, происходит уже в наших курсах изучение джанга на высоком, точнее сказать, глубоком уровне. Мы и создаем приложение, изучаем джанга, но все прописываем в командной строке. То есть, вклиниваемся в джанга, чтобы понять, как оно работает. Так вот, сегодня мы подключали Jupyter ноутбук к нашему проекту. Для нас было очень важно, чтобы Jupyter работал в пайчаром. Почему? Потому что здесь есть то, что нет на страницах. Это автозавершение кода и подсказки. Это даст код набирать. А это архиважно. Почему? Потому что куча библиотек, куча путей. И здесь нам пайчаром подскажет. А заодно вы выучили, поставили коммент себе. То есть, нам очень удобно. Когда мы хотим нечто сделать, мы закомментировать. Взяли просто, переместили. И здесь уже выбрали Markdown. И себе прописали комментарий. Выведем все объекты модели MUM. Ну, так мы ее назвали, от балды. И запустили. И вот у нас есть строка. И самое интересное, что мы же с вами создавали папку JupyterDoc. И вот эти все документы у вас хранятся. При этом до этого, в этом же уроке, мы с вами уже сразу работаем, как настоящие профессионалы. То есть, сразу добавили Comet. То есть, работаем с Git. Зачем нам это нужно? Я показывал видео для того, чтобы у нас всегда была рабочая модель. А уже когда мы будем делать нечто новое, то мы будем создавать новые ветки. Спокойно в них программировать. Все нормально работает. Будем сливать с основным проектом. При этом у новичка полностью тогда убирается боязнь написания кода. Потому что, судя по школе, а школа работает с 13-го года за эти годы. Раньше я не применял Git. И сейчас скажу, сейчас применяю, мои ошибки, ребята, не надо делать. Не надо думать, что Git для работы в командах. Да, это его основная задача. Но для новичка Git просто необходим. По одной простой причине. Из наблюдений по школе. Новичок делает проект, что-то напортачил. Все. Он все сносит, потому что не может разобраться. Опять начинает сначала. Теряется время. Человек расстраивается. Иногда опускает руки. Здесь мы эту боязнь вообще убираем. То есть мы с вами уже эти уроки пройдены. То есть вы уже, кто в школе смотрит эти курсы, у него уже Git есть. Мы с вами создали новую ветку. То есть для этого Git нам полностью создал копию проекта. И пошли работать. Ну, не заработало, удалили и все. Создали по-новому. Но у нас всегда есть живой проект. А заработка, который у нас будет, как мы считаем, в стабле. Стабл-версия. И, значит, заработалось, слили проекты. У нас всегда есть живой проект. Ну, а Jupiter – это основная цель сегодняшних двух курсов. Это получилось у них 16 уроков. Мы подключали Jupiter в наш проект. Именно, чтобы работало обязательно пайчаром. Здесь много хитростей и секретов. И теперь я говорю, что в строке можно. Но закрыли пайчаром и забыли. Это все ушло. А документ Юпитера, во-первых, номер один. То есть, факт номер один. Он останется. Во-вторых, я эти документы, которые показываю, я их загружаю на портал. То есть, человек, вы, да, кто смотрит уроки, он себе взял и проработал его. И понял, посмотрел уроки, проработал документы. Ребят, я же сказал, курс и называется неспроста «Делаем из себя программиста». Моя цель не только Django. Мы же сейчас подключим и Python. Допустим, когда пойдем, увидите чуть позже, да, работать с функциями, здесь же можно в Jupiter полностью функцию прописать, как мы будем писать в представлении. И только все на одной странице. Поняли, как? Поняли, как в Python пошли делать приложение. Ребят, это круто. Поэтому я сказал, курс называется «Делаем из себя программиста». Что я имел в виду? Если вы откроете, оно так и есть. При этом портал немножко изменился. Если я переместил уроки 2014-2017 в другой раздел, там другое меню. Новые курсы, допустим, 2018, то есть раздел «Делаем из себя программиста» – Python, Django. Ребят, это не просто Django. То есть мы здесь подбиваем Python, развиваем, ну просто с направлением Django. Но по такому же принципу вы возьмете либо библиотеку машинного обучения, неважно что, и сможете проработать. Это не имеет уже значения. И поэтому и называется курс «Делаем из себя программиста», потому что, если вы заметите, то все первые курсы, а, кстати, ориентироваться по содержанию. Нажали «Содержание», и там будут как книги по курсам, да, переходы. При этом в каждом курсе есть ссылка на последующий курс. То есть мы уделяли время ГИД, мы уделяли время Жупитеру установке проекта. Собираем вокруг себя и своего проекта инструменты, чтобы чувствовать себя разработчиком. Вот мне важно, чтобы новичок чувствовал себя программистом с первых шагов. И нарабатывал опыт работы с ГИД, Жупитер нам поможет создать хорошие шпаргалки, разобраться внутрях абсолютно любого продукта на Python. Не только с Django. Подключить можно абсолютно любой продукт. С Django мы учимся работать. А с другими, я так думаю, что библиотекам еще проще работать. Там нет таких замудренных путей. И нам надо обязательно, чтобы это работало в пейчарам, потому что говорю, что здесь автозавершение и подсказки есть. За нас пейчарам и импортируют, и мы посмотрели, а вот где это находится. И так далее, и так далее. Чем рыться самому и где-то там искать. Поэтому мы собираем вокруг себя мощные инструменты, которые нам помогают осознать, залезть глубоко, понять, разобраться, прописать, увидеть, пощупать и понять действительно, как это использовать. Вы спросите, почему раньше так не делал? Ну, раньше такого опыта, ребят, нет, не было. Сейчас есть опыт, уже сделал не один проект. И поэтому я для себя тогда думал, думаю, ну, переписывать уже несколько раз курсы по Django писал. А подумал, а напишу-ка я курс, где мы Django просто все внутрях ковыряемся и работаем с, кроме этого, и с проектом, и с Python, то есть совмещенной. По сути дела, цель для меня стояла дать материал таким образом, чтобы человек себя чувствовал программистом с первых шагов, что для этого у него должны быть инструменты, программисты, которыми он должен уметь пользоваться, которые должны приносить пользу. Он должен привыкать к коду. Чтобы понимать Django, надо видеть, что она делает внутри. Но одно дело рассказать, другое дело, когда человек сам ручками прописал. И по принципу, вот как мы с вами в уроке делали сейчас, да, я просто покажу. Вот мы создали три объекта, да, два, один вручную, да, просто вот, грубо говоря, тыкнув кнопку. А два создали с командной строки. Но самое важное, что они создались. А потом вывели, да, вот так оно и работает, оказывается, понятно. Конечно, уровень понимания возрастает там с каких-то 30% до 90%. Десять я оставляю на то, что вы еще будете просматривать, прописывать. Но эти инструменты нам дают вывернуть все наружу и понять. Самое интересное, открывается мощный путь работы с командной строкой. Ребята, а этот путь нельзя недооценивать. Ни один, еще раз повторяю, ни один программист, который не умеет работать с командной строкой, не сможет писать более-менее сложные вещи. Потому что нам нужно всегда понять, а какую функцию написать, а как вызвать объекты, а какие, а что. И, по сути дела, да, мы можем тыкаться в файли, но это немножко не тот процесс. В файлах мы будем уже писать конкретное представление, а выяснить, что лучше, это надо в командной строке. Единственная разница, говорю, что это можно сделать в обычной командной строке, но мы закрыли пейчаром, и эта вся информация ушла. А здесь она осталась. И наутро мы сегодня поделали, а завтра зашли, повторили. Ребят, так другое дело, знания приходят. Поэтому школа Бовсуновского, это не просто обучение. Это не просто информация. Информация и море в интернет. Это знания, которые вы проходите на личном опыте, формируете в себе программиста. Формируете по шагам. И поэтому инструмент Жупитер, Юпитер, грубо говоря, он дает возможность, это командная строка, но которая дает возможность анализа кода. Комментирование кода. И эти документы остаются от вас. У вас это может быть документ, объяснение, шпаргалка, все что угодно. Но важно, что это с вами. А сейчас вот сядьте, да, просто я хочу, чтобы вы отвлеклись, да, вот я говорю, вы отвлеклись, вот сейчас вот отвлекитесь, перенастройтесь. Теперь я буду задавать вопросы, а вы в мозгах себе отвечайте. Ну, надо, не надо, да, нет, в свободной форме. Я вас спрашиваю простые вопросы. Ребят, вы хотите изучить Python? Отвечайте. Вы хотите глубоко изучить Python? Вы хотите разбираться в Python? Вы хотите дышать, писать, думать на языке Python? Хотите? Так вот, сейчас, в данный момент, и собраны вот эти все инструменты. Дид, Джупитер. Еще, ребят, добавлю сюда и тестирование. Ну, чуть попозже, чтобы мы лучше написали тест и проверяли, а не тыркались кнопками. То есть полностью собираем себя программиста. И получается, что на выходе, на выходе мы получаем то, что я бы и хотел получить от вас, в ваших головах. От вас я бы хотел получить это понимание, это то, чтобы разбирались, это то, чтобы вы могли писать, писать, это то, чтобы вы могли подключить абсолютно любую библиотеку, потому что у каждого будут свои предпочтения, кто-то потом пойдет в Pandas, кто-то машинное обучение. Вообще, Джупитер, ноутбук, он создан вообще для машинного обучения первично, но использоваться он может где угодно. Здесь же можно, допустим, вывести прямо в граф, графики, Matplotlib и все прочее, прямо на одной странице. То есть получается, что мы действительно проходим материал качественно. Ну да, кто-то ругает меня за излишнее объяснение. Ребят, но здесь я рамку ставлю на новичка. Хотя эти курсы посмотрит по быструхе, допустим, там человек с другого языка быстро въедет в Django. Моя задача, чтобы абсолютно любой человек начал писать проекты, начал программировать на Python. Если вы спросите, добивался ли этой задачи, да, за эти годы очень много людей начало писать. Ну, школа работает много лет. Но понимание моё, как вот преподавателя, да, вот то, что я люблю делать, программировать, оно, конечно, выросло, потому что прошло сначала несколько лет, когда я понял и начал уже собирать вот эти инструменты. А моих ошибок не повторяйте. Да, я бедно начинал без всех Жупитер, без ГИД, но это обеднило мою жизнь. Это привело к определённой потере времени, к определённому копанию. Мне бы не хотелось, чтобы это было у вас. Вы сразу стартуете, считайте, вот на Феррари. Давил до плехи и погнал. Знания есть в школе. И они вас вашими же руками. Бери, пиши, делай. Ну, а кто первый раз видео смотрит, всё просто. Всё начинается с spb-tut.ru Зашли, нажали «Получить логин и пароль», получили пожизненный доступ и занимаемся. Что непонятно, спрашиваем в группе. Успехов! С вами был Валерий Бовсуновский. Спасибо за доверие. Многолетнее многим ребятам говорю, потому что... Ну, дайте я ещё пару сек. Удалил я записи, но приятно, когда люди, которые с тобой находятся, несколько лет пишут, что спасибо за интересные уроки. Это классно. Это многого стоит. Поэтому говорю, в первую очередь, участникам школы, что спасибо, ребята, за многолетнее доверие.